Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку труда Англии в 6.00 по GMT. Я как раз вас предупреждал, что статистики по Англии будет очень много и будет неплохо добавить фунт снова в наш портфель, в котором будем отслеживать этот инструмент из сессии в сессию и ждать появления дополнительного фундаментального топлива. Главный релиз дня. Данные по промышленной инфляции в США в 12.30 по GMT и под закрытие торговой сессии нас ждет еще выступление Рафаэля Бостича, представителя американского регулятора, который может подсветить нам горизонт мышления Федеризерва, касающихся изменений ключевой процентной ставки. Хотя, наверное, правильнее будет делать это только после того, как вы тут данные по инфляции. Но все же, друзья, Рафаэль Бостич нам уже знаком. Мы знаем его исключительно мягкую позицию, которая, честно говоря, изменилась лишь за последними, кажется, месяца три. Но в любом случае относительно новый дополнительный комментарий о том, что американский регулятор остается пока привержен политике на уже начало смягчения монетарной политики, снижение ключевой процентной ставки, может оказать поддержку продавцам американского доллара. Текущие котировки по индексу доллара 102.92. Снова ниже 103 пунктов, но думаю, что существенно от текущих значений доллар не отклонится до публикации данных по инфляции, которые мы ожидаем в среду. Но сегодня тоже на какую-то волатильность точно можно будет рассчитывать, потому что промышленная инфляция, как ни крути, это один из основных компонентов, влияющих на общий показатель индекса потребительских цен. Что у нас по ожиданиям? Индекс цен производителей, скорее всего, в годовом выражении продемонстрируют снижение с 2,6% до 2,3%. Есть оптимистичные для продавцов доллары ожидания и по базовому промышленному индексу ждать снижение с 3% до 2,7%. Снижение промышленной инфляции – это подтверждение дезинфляционного тренда. Поэтому если мы действительно получим сегодня такие цифры, мы можем быть спокойнее ждать уже завтрашний релиз по основному показателю инфляции, также прогнозировать снижение показателей и то, что доллар может оказаться под серьезным прессингом. Параллельно смотрим за тем, как меняются настроения трейдеров относительно вероятности и возможности снижения ключевой процентной ставки Федрезерова в сентябре сразу на 50 базисных пунктов. Сейчас это 49,5%. Запомните, пожалуйста, эту цифру, потому что уверен, как только рынок сегодня увидит значительное замедление промышленной инфляции, станет очевидно, что американскому регулятору впору действует более агрессивно и активно, что будет фактически подразумевать изменение шага по корректировке ключевой процентной ставки с 25 базисных пунктов до 50. И я надеюсь, что позиции покупателей доллара дрогнут еще сильнее. Поэтому сегодня американская валюта может оказаться под локальным давлением, которое перетечет при определенном развитии событий в продолжение нисходящего тренда далее в рамках этой недели. Золото, друзья, 2464 доллара за тройсконсуль. Блестящая сделка по подбору инструмента вышла. Мы ориентировались на то, что золото легко может обновить исторический максимум. Буквально несколько долларов не достает до этого ориентира. Но наша цель – это заброс котировок к психологической планке 2500. Я думаю, что при текущей ситуации на Ближнем Востоке, сохраняющейся геополитической напряженности, это вполне возможно. Поскольку угроза прямого столкновения между Ираном и Израилем – это, конечно же, тот риск, который ни в коем случае в текущих обстоятельствах не нужно оценивать. Десятилетки вчера снизились ниже 4%, текущая доходность – 3,90%, что тоже выступает попутным ветром для покупателей золота. И, конечно же, друзья, я долго ждал, когда же у меня будет возможность сделать акцент на рыночный сантимент, потому что отношение золота – это один из лучших индикативов того, что нужно делать здесь и сейчас. Золото – 26,8% трейдеров, то есть меньшинство остается в длинных позициях. Рынок точно пойдет против толпы, поэтому ожидаем дальнейшего роста данного металла. Британская валюта против доллара – 1,2775. Из-за вчерашних новостей стоит отметить комментарии представителя Банка Англии Кэтрин Манн, которая призналась, что из-за все еще высоких заработных плат, если оценивать среднее значение высоких темпов роста заработной платы, инфляция будет повышенной, что ограничивает возможности британского регулятора по смягчению национальной монетарной политики. И, вы знаете, я с этим комментарием полностью согласен. Даже вот сегодня мы ждем данные по рынку труда Англии. Несмотря на снижение темпов роста заработной платы, если сравнивать с аналогичными показателями в других странах, в Англии это по-прежнему какое-то запредельное значение. И отсюда есть предпосылки для усиления инфляции. В частности, завтра выйдут данные по индексу потребительских цен по английской экономике и прогнозируется рост показателя с 2 до 2,3%. Соответственно, повышение инфляции может охладить ожидания тех трейдеров, которые считают, что Банк Англии будет активно присутствовать в этой гонке мировых центральных банков по снижению ключевой процентной ставки. Мне кажется, что нет. Поэтому вряд ли сейчас стоит ожидать снижения британской валюты. Плюс ко всему на вот этих отчетах, которые были озвучены, я даже ожидаю локальной поддержки для фунта. Если еще реализуется сценарий, при котором доллар пойдет вниз и довольно-таки быстро, то фунт может легко снова нацелиться на движение в районе отметки 1,30. Я предлагаю пока смотреть на реализацию как раз подобного сценария. Американский фондовый рынок S&P 500 – 5,375 пунктов. Цель 5,500 тоже без изменений. Сейчас чем активнее будут снижаться доходности американских облигаций, тем и чем больше рынок будет верить в то, что АФРЭС снизит процентную ставку сразу на 50 байсных пунктов, тем, соответственно, будет стремительно развиваться бычая ралли NASDAQ, S&P, Dow Jones. Биткоин 58,900. В начале прошлой недели мы наблюдали за серьезными распродажами, которые, как вы помните, стали отголоском выхода данных по Non-Farm Barrel США, провального отчета, который вернул на рынок опасения рецессии. Но эти страхи продержались недолго, потому что уже во вторник настроения скорректировались, улучшились, и биткоин, как и всю криптовалюту, начали быстро выкупать. Текущие корректировки почти в районе 60 тысяч. Я сохраняю оптимистичное настроение, тем более, что мы прекрасно понимаем, что на биткоин точно будет влиять в том числе и доллар из-за агрессивного смягчения экономической политики, что приведет к его ослаблению и поддержит все альтернативные инструменты. И это мы еще снова не касаемся политической темы, связанной с победой, потенциальной победой Дональда Трампа и его планами превратить США в биткоин-сверхдержаву и создать прокриптовалютное республиканское правительство. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Позитивных факторов, на мой взгляд, куда больше. Доллар Е на 147.50 также без изменений. Ждем развития нисходящей динамики на контрасте монетарных политик, о которых я уже много раз говорил. Евро против доллара 1.09.40, цель 1.10. Фокусируемся на статистике, завтра выйдут данные по ВВП еврозоны, но все-таки локальным драйвером более серьезным и ощутимым для евро будет оставаться доллар. И что касается рынка нефти, на росте геополитической напряженности признаю значимый фактор. Котировки восстановились выше 80 долларов за баррель. Но есть и негативный фон, связанный с значительным падением импорта нефти в Китай. В прошлом месяце он снизился на 12%. С начала года спад составил 2,4%. Это худший показатель за несколько лет. Снижается активность национальных нефтеобрабатывающих предприятий, что приводит также и к сокращению показателей импорта топлива на внутренний рынок. Это тоже негативный момент, который ни в коем случае не нужно игнорировать и, соответственно, насписывать со счетов. Я жду данные по Китай в четверг, по промышленному производству и все еще настроен увидеть очень слабый показатель. Поэтому до этих пор буду, друзья, удерживать короткие позиции. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!